Герои эпохи на портретах. У каждого своя непростая история жизни. Во Владимирской областной библиотеке для детей и молодежи открылась выставка «Портрет ветерана». Авторы работ — владимирские студенты. Над портретом летчика-истребителя, ветерана боевых действий в Северной Корее Андрея Артамонова работали сразу два человека — Анастасия и Олеся, будущие архитекторы. Учатся во Владимирском госуниверситете. Девушки рассказали, что впервые писали портрет маслом, работали по фотографии. Мы выбрали дом, потому что он очень похож на моего дедушку, сразу понравился. Перед гостями выставки в рамках проекта будут выступать и сами ветераны. На открытие пришел один из героев, изображенных на портретах. Владимирский краевед, педагог, журналист и литератор Михаил Коншин в детстве вместе с семьей оказался в блокадном Ленинграде. В то время очень больно вспоминать и забыть невозможно. Одним из самых страшных испытаний для ленинградцев стал голод, рассказывает Михаил Сергеевич. Готовить приходилось даже из плиточного столярного клея. Оказывается, из него можно было сделать кисель или студень. Кисель или студень. Вот употребляли в пищу. Потом, знаете, даже и глицерин и оливы даже шли в пищу. Потом из лебеды эти котлеты. Ну, как-то люди старались поддержать друг друга. В марте 42-го Михаила вместе с мамой эвакуировали по дороге жизни. Потом семья оказалась в далеком Новосибирске. День Победы мы встречали в Новосибирске. 45-й год, 9 мая. Вот это самое радостное событие. Самое радостное. Море радости было. Всего на выставке представлены 10 живописных портретов ветеранов, блокадников и тружеников тыла, которые живут во Владимирской области. Рядом с каждой картиной оригинальное фото ветерана и краткий рассказ о боевом и жизненном пути. Записали авторы проекта и видео истории героев. Их можно посмотреть в интернете по специальному QR-коду. В 2020 году проект «Портрет ветерана» поддержало Федеральное агентство по делам молодежи «Росмолодежь». Одна из главных задач авторов — сохранить реальные истории героев эпохи для подрастающего поколения. Потому что судьба ветеранов часто посильнее любого киносценария. Все истории, они все уникальны. Вот их 10 человек. И каждая история, она разная. Есть у нас Александра Семеновна Бадлоа. Она участница в Ставинградской курсской битве. Единственный участник в Ставинградской битве, который проживает сегодня в городе Владимире. Выставка продлится несколько недель. Организаторы надеются, что их проект получится продолжить, рассказав и о других ветеранах, живущих в области.